МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Вы смотрите информационную программу Республика в студии Ольга Алексеева. Главные новости страны Чувашии в материалах репортеров нашей программы. Смотрите сегодня. Новые возможности при обращении в больницу появятся у жителей Чувашии. Какие услуги дополнительно можно будет получить в 2022 году? Официальному проводнику между региональной властью и жителями Республики 25 лет. Где можно узнать последние новости Чувашии? Оставь это на Новый год. Жители Республики закупают продукты и готовятся к встрече 2022-го. В следующем году у жителей Республики появится больше возможностей пройти компьютерную томографию и МРТ-диагностику. Обследование в рамках обязательного медицинского страхования. Увеличат армативы оказания и других видов медпомощи. На очередном заседании Кабинета министров Чувашии приняли программу государственных гарантий бесплатного оказания гражданам в Республике медицинской помощи на 2022 и на плановый период 2023-2024 годы. Такое решение принято в целях обеспечения пациентов необходимыми диагностическими исследованиями в условиях распространения новой коронавирусной инфекции. В рамках национального проекта здравоохранения в программе обязательного медстрахования появится ряд новых положений. Увеличатся нормативы на одно застрахованное лицо, в том числе и на профилактику различных заболеваний и диспансеризацию. По компьютерной магнитной резонансотомографию в 1,8 и 9,1 градуса соответственно. Также увеличен объем медицинской помощи в условиях дневного сценара, в том числе по профилю онкологии. Программа предусмотрена также увеличение норматива объема медицинской помощи в стационарных условиях, в том числе по профилю медицинская реабилитация. Ну и кроме того, программа с 2022 года устанавливается форматив по медицинской реабилитации в амбулаторных условиях. Комплексное посещение по данному профилю на одно застрахованное лицо включает в среднем 12 посещений. Также в перечне видов высокотехнологической медицинской помощи, включенных в базовую программу обязательного медицинского страхования по профилю сердечно-сосудистой и хирургии, дополнительно включены два вида высокотехнологической медицинской помощи. В целом финансирование программы в сравнении с 2021 годом увеличилось на 6,4%, в том числе за счет средств республиканского бюджета на 3,5%, если в абсолютном выражении это 158,6 миллионов рублей. Программа на 2022 год бездефицитна. Утвержденная стоимость программы на 2022 год составляет 27,8 миллиарда рублей. Подышевой норматив финансированный, установленный в размере 17 973,2 рубля. Из них 3875,3 рубля – это средства республиканского бюджета, что полностью соответствует федеральным нормативам. Таким образом, каждый житель республики обеспечен гарантированным объемом финансирования медицинской помощи. Самое главное, наша задача, конечно же, чтобы и дальше работать по содержательному направлению, по техническому оснащению всего этого процесса, потому что, несомненно, наличие финансовых средств еще необходимо поддержать соответствующими компетенциями и технологическими возможностями. По этому направлению тоже здесь достаточно большая работа заложена у нас и запланирована. Важно все это синхронизировать и реализовать в обозначенные сроки. Олег Николаев исполнил еще одну детскую мечту в рамках всероссийской акции «Елка желаний». На этот раз счастливчиком стал трехлетний Ярослав Котлеров из Чебоксар. О чем мальчик попросил Деда Мороза и как сбылась его детская, но одновременно взрослая мечта в нашем репортаже. У нас Ярослав Котлеров мечтает о семейной фотосессии, но, несомненно, ему три года. Я думаю, что замечательное желание. Мы, конечно же, обязательно это реализуем. Сказано, сделано. Всего неделю спустя семья Котлеровых оказалась в уютной новогодней студии. Несмотря на свой малый возраст, Ярослав понимает, запечатлеть прекрасный момент своей жизни не только здорово, но и очень важно. Мы захотели память надолго, чтобы вспоминать эти фотографии, эти минуты, проведенные здесь. Дети вырастут, игрушки забываются, поездки пока нам тяжело даются все вместе. На памяти фотография с главой Чувашии, который на один день стал Дедом Морозом. Помимо памятной фотосессии, ребятам вручили и другие подарки. Например, старшему брату Ярослава, Артему, подарили спортивную форму, а его брату и сестренкам – сладости. Здесь вам понравилось? Этот полный счастье момент и искреннее от исполнения желания улыбки навсегда останутся на фотографиях, которые смогут согреть сердце даже спустя много лет. Анна Центовская, Алексей Зотиков, Бахтияр Велиев, Республика. Исполнилась мечта и Евгении Сергеевой. Сегодня члены Общественного совета при главе Чувашской республики стали добрыми волшебниками для 9-летней девочки. Маленькая Женя хочет стать врачом, чтобы как в фильмах спасать жизни и делать людей счастливее. До исполнения мечты нужно закончить школу, сдать экзамены, поступить в университет и далее по списку. И на пути к мечте в учебе девочке обязательно поможет новый планшет, который подарила председатель Общественного совета при главе Чувашской республики Наталья Фортасова в рамках акции «Елка желаний». Ну все, давай, принимай подарок от Деда Мороза. Будь умничкой, расти большой, только на пятерке училась, чтобы и маму радовала. Ощущение, действительно, как будто мои желания исполнили, прям такая радость за них. Какие законопроекты рассмотрены, указы подписаны, какие решения принимают министры, кто посетил республику? Главные политические новости, события региона и не только на протяжении 25 лет жители Чуваши узнают на официальном портале органов власти кап.ру. Больше ста публикаций за день, фото и видеорепортажи, презентации. Сейчас цифровая платформа – это уже не тот ресурс, что был более двух десятков лет назад. Кап.ру идет в ногу со временем. В юбилейный год мы встретились с известной медиаперсоной и политологом, на плечи которой в конце 90-х, в начале нулевых, легла раскрутка интернет-платформы Натальей Володиной. Наталья Ивановна – человек прогресс. Перечислить все сферы, в которых она работала и достигла успеха, невозможно в рамках одного сюжета. Государственный деятель, журналист, заслуженный работник культуры России, член Союза журналистов России, член Союза фотохудожников страны и, как признают многие, непревзойденный политтехнолог. Именно Наталья Володина в должности руководителя пресс-службы первого президента Чувашии вплотную взялась за развитие Кап.ру. Развитие цифровизации. Вот сегодня это тренд современности, но 25 лет назад мы были одними из первыми в России, которые это начали. Чувашия участвовала в 15 проектах электронной России. И по многим-многим очень направлениям Чувашия задавала тренд в России, и к нам приезжало огромное количество специалистов, в том числе тогда Греф, который был министром экономики. И он как раз Назипова очень хотел забрать туда в Министерство экономики России. А Назипов Дмитрий – это был тот человек, который воплощал технологически, вместе с Владимиром Лендерманом, мои идеологические идеи, скажем так. И мы одни из первых в России создали портал органов государственной власти и муниципальной власти. И уровень проникновения у нас был с федеральных сайтов. Выход на единой точке входа, на Кап.ру, был выход на федеральные органы власти, на региональные и на муниципальные. И процесс был настолько быстрым и охватывал чувашское общество. В начале 2000-х Наталья Ивановна предложила использовать этот ресурс как основной инструмент информационной политики. К этой же платформе постепенно начали присоединяться сайты больниц, школ, детских садов. Информация, которая публиковалась на портале, была доступна каждому, у кого был интернет. Это был такой инструмент, который позволял делать чувашское правительство, ну и все остальные органы власти, открытыми. И фактически, если, например, в том же Татарстане или Башкортостане существовали отдельные юридические информационные агентства, Татинформ, Машкинформ, да, а в Чувашской республике такого информационного агентства не было, его заменила информационная лента портала Кап.ру. И информационная лента состояла из 60, от 60 до 100 сообщений в день. И это было колоссально. Но эти традиции в каком-то виде продолжаются сегодня, да, и меняются технологии, меняется визуализация этих процессов. Но я рада, что именно в Чувашской республике было первое, тогда не министерство, а министр финансов, пожалел денег, сделали комитет по информатизации. Вот в Чувашии было первое министерство спорта и первый комитет информатизации в Российской Федерации в регионе. И многие процессы развивались. Некоторые, конечно, люди очень многое решают, кадры решают все. Этот лозунг действительно очень серьезный. Но многие процессы продолжали развиваться. У нас была хорошая портальная система. Сегодня современные люди, они уже настолько привыкли, что можно интерактивно, удаленно получать информацию, организовывать как-то свой режим работы. Это колоссальная вещь. И поэтому, конечно, очень бы хотелось, чтобы, во-первых, отдали дань тем людям, которые 25 лет назад эти процессы развивали в Чувашской республике. Пришли уже молодые люди. Но чтобы процесс, который задан был тогда, он продолжался и очень эффективно. На КАПРУ жители республики и сегодня оперативно узнают новости от органов власти всех уровней – министерств, госкомитетов и районных администраций. Посмотреть, что произошло в регионе, на сайт заходят и уроженцы Чувашии, которые живут за границей. А рассказать есть что. С начала 2021 года средства массовой информации рассерожировали более 8 тысяч новостей с КАПРУ. Пресс-служба главы региона разместила на портале 800 статей. Было отснято более 400 фоторепортажей. Он играет уже настолько привычную роль в жизни граждан, что они пользуются им, не осознавая этого. Я по-прежнему, когда гуляю по просторам интернета, обращаю внимание, что во многих регионах, даже 25 лет спустя, не реализованы очень многие вещи, которые стали настолько привычными и естественными в Чувашской республике. И я могу только пожелать одного, что, конечно, есть момент такой, что 25 лет назад мы старались открыть власть людям. Сегодня с любого телефона любой гражданин Чувашской республики может писать жалобы, обращения. И просто шквал вырос неимоверно. Вот эта информационность запросов. Надо находить новые технологии, чтобы не закрылась власть от народа, но чтобы поток был организованный и осмысленный, не просто так. В 5-6 источников сегодня люди пишут, и это создает некий уже не бумажный, а цифровой документ оборот, но он не улучшает этого процесса. Вот есть такие сложности. Но хотелось бы пожелать и гражданам быть адекватными, да, и власти понимать, что они должны отвечать на вызовы времени, ничего не поделаешь. Портал не просто работает уже 25 лет. Он развивается и отвечает требованиям времени благодаря бесценным кадрам, причастным к этому делу. Многие проекты в республике начинались не с финансовых вложений, а с идеи и энтузиазма творческих людей, благодаря которым опыт региона распространяли в разных уголках страны. Весь 21-й год мы говорили о подвиге чувашского народа, о том, как возводились оборонительные рубежи. Честовали строителей, рассказывали о фильмах и музыкальных произведениях, которые создали в регионе. Одним из завершающих мероприятий года стала выставка народного художника России, академика Российской академии художеств Геннадия Проваторова «Мир медали». Геннадий Иванович создал эскиз памятной медали, посвященный 80-летию строительства Сурского и Казанского оборонительных рубежей. Работа художников победила в конкурсе, который проходил в конце 2020 года и впоследствии прошла экспертизу в Героргическом совете при президенте России. На открытии выставки побывал и глава чуваши Олег Николаев. Татьяна Молкова продолжит. Геннадий Проватуров – автор многих медалей. В его копилке как памятной, посвященной историческим событиям, так и художественной, рассказывающей о великих мастерах прошлого, о природе. Сам того не сознавая, несколько десятилетий назад Геннадий Иванович связал свою жизнь с Чувашей. Николаев Адриан, он инициатор создания. Мне предложил создать в медалях первый отряд космонавтов. Над медалью, посвященной трудовому подвигу чувашеского народа, мастер работал несколько месяцев. Рассказывает, просил фотографии тех лет, репортажи про строителей рубежей, исторические материалы. Наградная медаль, которую я сейчас имею на груди, она сопряжена уже с великим подвигом женского, не женского труда, а вынуждена, что женщины работали, мужчины были на фронтах, и вот этот выкопать такой рубеж, такой длины и глубины – 4 километра. И то это огромная длина. 40 уже малоощутимая. А 400, а он 400 километров – это уже мифология. Но, оказывается, это не миф, а правда. Народный художник России признался, что подвиг строителей оборонительных рубежей его впечатлил. Он пытался в полной мере передать его в рамках правил Геральдики. Геннадий Проваторов получил из рук главы республики такую же медаль за особый вклад за сохранение памяти о трудовом подвиге участников этих событий. С удивлением, можно сказать, зафиксировал, что вот таких выставок, посвященных этой тематике, тематике медалей, Геральдики, не так много прошло. Не во многих городах Российской Федерации прошло. Сами коллеги скажут, какой мы по счету. И это, конечно же, с одной стороны радует, с другой стороны вдохновляет. И, несомненно, вот сегодняшнее событие стало возможным благодаря тому, что мы с вами в этом году посвятили год трудовому подвигу строителей Сурского и Казанского оборудованных убежей. И в рамках вот большого количества мероприятий, большого количества направлений нашей совместной работы, в том числе мы занимались пирожированием медалей, специальной медали, юбилейной медали, посвященной этому событию. Специалисты отмечают, что работы Геннадия Проваторова отличаются особым настроением. Художник сначала учился живописи, а затем скульптуре. И, кстати, это очень хорошо видно, потому что его пластика очень живописна, очень живописна. Он очень тонко обрабатывает фон каждой плакетки, каждой медали. Он разнообразен в тематике своей. В ретроспективу произведений включены медали и плакеты, созданные на протяжении нескольких десятилетий. Произведения посвящены различным темам, истории, современности, культуре и экологии, космосу, как мирозданию, гармонии человека и природы. Выставка будет работать в Чувашском государственном художественном музее до конца новогодних праздников. Татьяна Молокова, Маргарита Мельникова, Георгий Кривошейн, Республика. Мэрия Чебоксар предлагает горожанам определить декоративно-художественный облик города. На портале «Открытый город» запущено специальное голосование. Предлагается ответить на два вопроса. Стоит ли размещать на фасадах зданий элементы живописи, мозаики, орнамента, популярного стрит-арта, а если да, то по какой теме. Администрация города Чебоксары хочет совместно с жителями согласовывать эскизы к росписи фасадов зданий и сооружений. Приятно гулять и при этом осознавать, что изображения на улицах или во дворах по патриотической, исторической и другой тематике появились благодаря собственному участию. Живая акула, пираньи, скаты, черепахи, мурены и другие уникальные обитатели рек, морей и океанов. В торговом центре «Каскад» в Чебоксарах открылась выставка рыб «Подводный мир». Маленькие и большие, агрессивные и добрые, контактные и не очень, ядовитые. На выставке представлены рыбы, которых можно увидеть только в Бразилии, Австралии, Новой Гвинеи и Японии. Ангелине Зайцевой больше всего запомнился скат «Моторо». Опасной своим ядом и иглой. У нее есть большая игла, которая может попасть в кожу, и ее можно и не вытащить, потому что у нее есть на игле маленькие полосочки. Если ее будет вытаскивать, придется обрезать кожу вместе с мясом. Но далеко не все рыбки вызывают страх. Здесь есть и такие, которые любят ласку. Есть более миролюбивые, которые часто заводят в домашнем аквариуме. То есть они подплывают, гладятся. Играют, могут снять даже часы. Надежда Антонова недавно была на Красном море, но таких рыб не встречала, говорит она. На выставку пришла вместе с внучкой. На днях я прилетела с моря, на Красном море как раз рядом с такими рыбками плавала. И вот эти эмоции, эти рыбки, я хотела показать своей внучке. И реально здесь на самом деле очень много красивых рыбок, которые в природе нашей Волги уже не увидишь. И мне очень понравилось. Рекомендую всем посетить эту выставку красивой рыбки. На выставке работают экскурсоводы, которые подробно рассказывают о том, что это за рыба, чем она отличается от других и где водится. Больше всего мне понравилась акула. В какой-то мере она меня испугала, она взяла так резко, как будто сейчас выпрыгнет на нас и укусит. На самом деле она очень милая, красивая, но вообще выставка тоже очень интересная. Мне понравилось. Мне больше всего понравилось вообще декорирование аквариумов, потому что там и камушки, и водоросли, и замки, сундуки. Но особенно мне запомнился череп. Очень интересно, креативно. Выставке подводный мир уже 10 лет. Она объездила всю страну. Жителей республики будет радовать до 6 февраля включительно. Открывается в 10 утра и закрывается в 8 вечера. 1 января, выходной день. Чуваши сильно бьют, сказал Рей Леонардо, один из лучших боксеров в истории США. Бой Валерия Львова и американского спортсмена стал легендарным. Тогда советский боксер отправил Рей Леонардо в глубокий нокаут. Сделать это снова больше не удалось никому. В Чебоксарах прошла премьера документального фильма о Валерии Львове. Легенде бокса. Как он стал боксером? Как тренировался? Есть ли коронный удар? И как сложилась его жизнь после бокса? Валерий Константинович с 14 лет оттачивал свое мастерство в боксе. Мечтал о великих победах. Фильм-рассказ о выдающемся спортсмене, который своим примером открыл дорогу в это единоборство тысячам мальчишек, не только в Чувашии. В картине большое интервью с советским спортсменом. Истории о важных победах и не менее важных поражениях. Фильм был очень интересный, он как познавательный, он как дает толчок молодому поколению, чтобы в перспективе тоже росли и равнялись на таких известных спортсменов. До Нового года осталось чуть больше 24 часов. Вы смотрите заключительный выпуск программы «Республика» в этом году. Мы благодарим всех наших телезрителей за преданность, поддержку и доверие. От лица всей нашей компании поздравляю вас с наступающим новым 2022 годом. Чем жители Чебоксар занимаются в предпоследний день уходящего 2021 года, выяснила репортер «Республики» Анна Центовская. 30 декабря, 12 часов дня. На улице морозно и идет небольшой снег. Однако это не мешает жителям Чебоксар гулять, искать подарки для своих близких и закупаться к новогоднему столу. Мы вышли на улицы города, чтобы выяснить, как его жители готовятся к встрече года тигра. А вы готовы к встрече Нового года, к празднику самому? Что вы купили, может, подарки на стол? Новый год, вы знаете, для меня лично это такой праздник, очень интересный. К нему можно подготовиться, а можно и не подготовиться. Каждый сам для себя выбирает. Для меня было важно эмоционально подготовиться, настроиться на новую какую-то волну, новую страничку в жизни. Поэтому я готовлюсь так. Планы сделала, построила, надеюсь, все получится. Я не готовлюсь к Новому году, я его всегда спонтанно встречаю. Главное, чтобы нашлось то место, где его встретить этот Новый год. Безусловно, покупаю подарки, обязательно мандарины и бутылку шампанского. Я думаю, что Новый год – это как раз-таки тот праздник, который должен быть искрящимся, ярким, красивым и светящимся. Главное – верить в чудеса. К Новому году, мне кажется, каждый готовится заранее. Подарки уже давно продуманы, даже некоторые подарены. И к каждому подарку я, конечно, отношусь очень серьезно. И думаешь о том, что бы понравилось именно этому человеку. Самое главное – елка. На столе селедка под шубой. Шампанское, мандарины. Новый год собираюсь встречать в кругу семьи. Сейчас как раз в процессе подготовки. Хожу по магазинам, покупаю всякие вкусные вещи. Поздравляю друзей и знакомых. Да, готовимся. Украшаем окна гирляндами, елку поставили. Может быть, хотите пожелать что-то своим родным, близким, знакомым? Счастья, здоровья и самое главное – любви и удачи во всем. Хочется всем пожелать отличного настроения, веры в чудеса, как уже говорил. Ну и, конечно же, знаете, культивируя себе это чувство праздника. Потому что каждый человек должен чувствовать атмосферу. И пусть она будет у всех. Чтобы Новый год принес радости, забрал с собой все плохое, оставил все хорошее и что-то новое, хорошее еще бы принес. Хочется сказать всем счастья в Новом году. И чтобы все были счастливы. И пусть у всех все получится то, что они хотят. Именно так, как они хотят. С Новым годом! Это главные новости Чувашии. О ваших сообщайте по телефону редакции 8 926 21 5 21 21. Этот же номер во всех популярных мессенджерах. На этом я, Ольга Алексеева, с вами прощаюсь. Увидимся в 2022 году. До встречи! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова